Уважаемые слушатели, у меня в руках книжка, которой не хотелось бы делать рекламу, но тем не менее я ее вам покажу. Это вот этот шедевр некоего господина Юваль Ноя Харари. Ну, как он выглядит, я думаю, вам тоже полезно посмотреть для того, чтобы познакомиться с нашим новым героем. Он написал книжку, о которой просто и ясно изложил, что моя первая книга «Сапиенс» о нашем прошлом, о том, как мы превратились из ничем не примечательных животных, что видно по портрету, в хозяев планеты Земля. Значит, книжка, как вы понимаете, посвящена авторам именно этой теме. Он умудрился здесь рассказать много о чем. Значит, о древних людях, о их мозгах, о какие главы, почему такой интерес к нему есть. Главы-то чудесные, просто сказочное содержание. Смотрите, ничем не выделяющееся животное, древо познания, один день жизни Адама и Евы, потоп. Первое впечатление, что ты читаешь краткое изложение Библии. При чем тут происхождение человека? Непонятно. Хотя, с другой стороны, но и Харари, чего ждать. Часть вторая. Аграрная революция. Где он там нашел революционеров? Дальше потом. Величайший в истории обман, строительство пирамид и так дальше. Перегрузка памяти. Это просто память плохая была, надо было ее развивать. То есть, на самом деле, и дальше все, как вы понимаете, на эту тему. Запах денег, закон веры, секрет успеха, кредо капитализма и прочее. То есть, книжка такого человека, который занят графоманией и излагает одни и те же вещи. Ну, например, несколько раз здесь упоминается поход Колумба. Причем, берет с теми же кусками, как из Википедии, и вставляется, изменив несколько слов для того, чтобы, так сказать, совпадения были неполные. То есть, книжка написана из кусочков разных сказок, которые, собственно говоря, наполняют интернет. Он брал интернет копипаст. Поэтому она такая толстая. И за тысячу рублей вам предлагают больше полукилограмма макулатуры. Но какие здесь шедевры. Тексты бесподобные. Я вам сейчас зачту один, чтобы вы поняли, как владеет словом наш Ной Харари. Нет никаких доказательств того, что в очередной исторический промежуток людям жилось лучше, чем в предыдущей. Вот такие глубокие мысли посетили Ной во время написания этой книжки. Но кроме этого, он еще и артист больших и малых академических театров. Ну, например, когда он упоминает конкретные вещи, это тяжело читать. Ну, например, так все кошки, страница 13, так все кошки от крошечного домашнего котенка, очень милая, до свирепого льва, восходят к единому предкому, жившему примерно 25 миллионов лет назад. К сожалению, если бы Ной хотя бы оторвал хрустальную и полистал бы интернет, и я уж не говорю про зоологический ущебник, он бы выяснил, что, во-первых, это не 25, а 40 миллионов лет назад произошло, и из существующих от 41 до 48 видов кошачьих происхождение весьма и весьма дискуссионное, потому что 90% кошачьих, как известно, вымерло. Ну и вот таких здесь перлов полно. Ну, например, твердая уверенность, что он произошел от одной бабушки, у которой было две дочки обезьян. Вполне может быть, что это так с ним и случилось, с его предками, но с нами, видимо, не так. Потому что, во-первых, все это происходило около 5-8 миллионов лет назад, а во-вторых, никаких доказательств этим мозговым полюциям доброго Ной Харари нет. Дальше. Он в духе наших популяризаторов науки, естественно, вцепился в одну только цифру – 2,5 миллиона лет, которые приводят на протяжении всей книги. Почему-то он решил, что 2,5 миллиона лет назад ветвь более древнего рода обезьян, астралопитеков, то бишь южных обезьян, постепенно разделился, трансформировался в людей. Почему он так решил, с чего? То есть даже, я думаю, наши популяризаторы антропологии, у них волосы стоят дыбом от этого бреда, который он здесь излагает. И популяризирует не столько знания, сколько глубочайшие заблуждения каких-то пещерных популяризаторов науки с Запада. К сожалению, он очень далек от знаний, связанных с мозгом, на которые здесь напирает. Просто есть голова, цена разума. Интересно, какова цена у самого ноя, этого самого разума. Он действительно правдиво пишет. Это, слава богу, я за 30 лет добился того, что это просочилось даже в цивилизованные страны, что у человека энергетические затраты при напряжении мозга 25%. Но добрый Ной этим не затрудняется. Он просто пишет, что у нас всегда расходуется 25% энергии. Должен сказать, дорогой Ной, если бы ты так думал, во-первых, в такой глупости не писал, а во-вторых, уважаемый Ной, это только в случае мобилизации мозга. Даже в моей книжке надо хотя бы дочитывать до середины. Потому что в состоянии покоя человеческий мозг потребляет около 9% энергии всего организма. Ну и вот такими нелепостями эта книжка забита от начала до конца. То есть здесь можно развлекаться со страшной силой. Например, древо познания. Все сделано в рамках библейских глупостей, которые, собственно говоря, он и пропагандирует. То есть такое впечатление, что история развивалась исключительно по библейским законам, а до них ничего вообще никогда не было. Здесь просто перлы. Можно ли предположить, о чем думали и говорили сапиенсы, жившие в Восточной Африке? Никак нельзя. Эти косвенные доказательства действуют. Еще нет. Сапиенсы не создавали сложных орудий, не производили ничего выдающегося, и в целом не могли похвастаться какими-либо заметными преимуществами перед другими видами людей. Существует дискуссия большая по поводу использования огня. Существует техника каменная, очень древняя, которая выглядит достаточно примитивно. Она существует. И этого отрицать нельзя. И это все библейские события, обращаю ваше внимание. Но это не смущает. Он считает запросто о том, что древние не могли даже думать, как мы. Непонятно. Дело в том, что люди, сделав маленький шаг, должны затрачиваться колоссально, напрягать свой мозг, потому что этого шага до них никто не делал. Вот бедный иной об этом не догадывается. Сделать из двух программ третью с помощью питона может любая мартышка. Даже человек, который очень плохо образован и очень плохо подготовлен. А вот сделать, перейти от одной каменной техники, там, Кашельской, это нужно очень долго и упорно думать на эту тему. Но это он не умеет, поэтому, собственно говоря, и не рассуждает на эти темы. Книжка написана с огромным количеством повторов, поэтому толщина такая. Он одну и ту же тему, значит, муслякает во многих главах. И пытается постоянно нас убедить в своем наукообразии. Ну, например, есть просто перлы, от которых, я думаю, энтомологи взвоют болотные выпьи. Например, страница 148. Большие коллективы, создаваемые некоторыми видами живых существ. Это что за большие коллективы? Может, партийно-правительственные? Такие, как муравейники и ульи, поясняет там автор, остаются стабильными. Потому что почти вся информация, необходимая для поддержания их жизнедеятельности, закодирована в геноме. Дорогой Ной, перестаньте бредить наяву. Я понимаю, что у вас там это все сходит с рук. У нас нет. Личинка пчелиной семьи может развиться либо в королеву улья, либо в рабочую пчелу, в зависимости от того, чем ее кормить. Это следующее предложение. Все генетически детерминировано, оказывается, зависит от пищи. Логики у Ной нет вообще никакой. Она отсутствует нацело. Ее ДНК содержит программу поведения для обоих ролей. Правила придворного этикета и пролетарское усердие. Вот хоть стой, хоть падай. Дичь полнейшая. Потому что Ной даже не догадывается. Ну, хоть бы почитал чего-нибудь, я уж не знаю. Вроде бы, как у профессора, ну, псевдо. То есть там псевдо-профессура. Вот они же докторских не защищают. Почитал бы что-нибудь про пчелок хотя бы. Дело в том, что там вся поддержка, стабильность в муравейниках и в пчелиных семьях поддерживается постоянным биохимическим обменом через облизывание друг друга. И таким образом от самки распространяется информация о том, чтобы остановить, затормозить половую дифференцировку рабочих пчел. Это известно уже, я не знаю, лет 60. И химическая регуляция, когда самка погибает, остальные там пчелы начинают, кто в разной степени дифференцировки, стремится стать самкой. И часто улей после этого разделяются, семья делятся. То есть он об этом вообще не догадывается. У него, как у самого примитивного генетика, там, 50-х годов, все генетически детерминировано. Хотя он тут же пишет, что зависит от еды. Вот такими перлами книжка заполнена вся. То есть нарушение даже бытовой логики никак не смущает нашего доброго Ноя. И у него есть одна глава, которая проходит красной нитью через все, что позволяет нам понять его сексуально-романтическую ориентацию. Ну, например, послушайте. «Таким образом нет смысла утверждать, будто естественная функция женщины – рожать, и что однополый секс между мужчинами противоестественен». Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Именно поэтому я вначале показал вам его портрет. То есть эта книжка... И дальше огромное количество рассуждений такого рода, ну, как я приводил, с такой же замечательной... с такими же доказательствами, заполнена этими чудесными, скажем, перлами. Ну, такого рода, например. Многие определяющие черты обоих гендеров заданы культурой, а не биологией. То есть наличие конца или дырочки – это социальный результат развития общества. Бедный ной, как же у него чешется? Многие определяющие черты обоих гендеров заданы культурой, а не биологией. И ни в одном обществе мужскую особь не признают мужчиной или женщину. Женщиной автоматически. Ну, даете, ребята. Вот от этого на Ближнем Востоке возникло неожиданное заболевание под названием трипер. Она же гонорея. Потому что, видимо, доказательства мужских достоинств происходили на опытах с осликами, от которых и получили эту чудесную болезнь. Ну, об этом ной не пишет. Тут придираться нечего. Много и других перлов. Таких исторических, что многие историки, в том числе и наши, могут получить инфаркт. Ну, вот, за приведу один пример. Когда герцог Веллингтон, будущий победитель Наполеона, поступил на военную службу, ему сразу дали первый чин. А о плебеях под своим началом, он отзывался презрительно. Оказывается, герцог Веллингтон победил Наполеона. Ну, мило. Парень вообще, он хотя бы в школе-то учился, наш профессор, ной. Ну, и много всяких других перлов. О том, что женщины лучшие манипуляторы. Он вообще неровно к женщинам дышит. В том смысле, что вот женское поведение им очень близко, видимо. Хотя он мальчик. Что наталкивает на некоторые странные мысли. Ну, и дальше много рассуждений о том, что мужчины, мускулинные такие, настоящие самцы, они все это фигня. Вот настоящие мужчины, такие как он, нежные, лысые, тонкие и отзывчивые. Что тоже немножко смущает. Хотя я никаких диагнозов не ставлю. Здесь есть еще одна, еще есть многие разделы. Он постоянно, говоря об общности человека, манипулирует тем, что провоцирует межнациональные конфликты. Пример. Страничка 203. Чтобы по-настоящему понять, например, соседа, который ходит в мечеть, но в углу вашей улицы не докапывать до его фундаментальных ценностей, дорогих сердцу каждого мусульманина, а ищите в исламской культуре ловушку 22. Это известный фокус. Те точки, где правила сталкиваются друг с другом, и стандарты накреняются. Тогда вы увидите, и дальше всякие антимусульманские бредятины. Почитал бы сочинение, принадлежащее своему этносу, там еще веселее. То есть, иначе говоря, у нас в руках такой шедевр графомании, построенный на словесном поносе человека, некомпетентного ни в истории, ни в биологии, ни в неврологии, ни в мозге, вообще ни в чем. Просто набор. Причем все время перебрасывается логика. То есть, он все время мешает, мешает, мешает логику, только говорит об одном, тут же перескакивает, начинает обсуждать, там, например, атомную бомбардировку или изобретение атомной бомбы. Только начинает писать, тут же опять возвращается к открытиям Америки. Ну, и, а уж перлы экономические для историков вообще бесподобны. Ну, например, капитализм начался с теории функционирования экономики. Капитализм начался с теории функционирования экономики, это правда. Вот, страничка 374. Человек вообще в сознании, когда это писал. И вот такими перлами, шедеврами, а уж рассуждения я вообще не хочу говорить, потому что они, ну, во-первых, безграмотные, во-вторых, они построены из передовиц, газет, причем таких деревенских, ну, например, век шопинга, шестеренки промышленности. То есть, человек с оголтелым культом личности, безграмотный и не обученный ничему, который методично реализует свои внутренние комплексы, при этом не затрудняясь даже проверить то, что он пишет. Уникальная вещь, даже для наших популяризаторов это феноменальные, феноменальные достижения. он пишет, а о чем не пишет, о консюмеризме, о перманентных эволюциях, в общем, все вот, тот бред, который вы включаете интернет, и вот так сыпется у вас, он все обсуждает. Но при этом он представитель вот этого всего, он представитель финансовой олигархии и финансовых, скажем так, банковских систем. Почему? Потому что ни одного упоминания про интернет-процессы исключительно все ориентировано на банковско-финансовую систему. То есть он представитель банковского либерального олигархата, который, собственно говоря, пытается навязать читателям малограмотным свою точку зрения. То есть, ну, борьба политическая, есть борьба. Он не знает вообще ни о чем, ничего, приведу о том, что главное, даже биоэтика, по большей части, решает вопрос, что разрешать, а что нет. Ребята, у нас не ветхий завет, у нас немножко другая жизнь. И поэтому такие вещи о том, что разрешать, нет, что этому ною, что ли, решать, что нам разрешать, а что нет, как-то меня это смущает немножко. Можно ли проводить генетический эксперимент на животных и людях? Дорогой Ной, на животных. Эти эксперименты проводятся давным-давно, уже чуть не 70 лет. На абортированных зародышах и этим занимались, в том числе, и там, где вы живете, со стволовыми клетками. А про это хотя бы мог прочитать, что это липа, которую уже статьи не принимают в научных журналах, с этим враньем. И для того, чтобы хоть как-то выдать стволовой клетке какой-то жизнеспособный научный процесс, там уже много лет пытаются пересадить туда гены. Для того, чтобы доказать, что они обладают теми свойствами, которые им приписывали, обещая горы золотые и лечение от всех болезней. А потом указал, что их нет. А вот сейчас пытаются выкрутиться из этой ситуации, чтобы продолжать финансирование. Этично ли клонировать овец? Боже мой! Ной задался этим вопросом, он, наверное, не знает о том, что овечку доли со всеми ее этими следами органических частей, на которые, ощущение, сожгли. А институт, который стоял и в котором это все проводилось, уничтожили специально, чтобы такие вещи вскрыть было нельзя. Ну, чисто английский подход. Околонировать шимпанзе человека. Дорогой Ной, вы знаете, сколько уже пытаются клонировать мамонта? Я вас умоляю. Ну, здесь есть просто перлы, ну, феноменальные. Ну, например, такие, что мамонт был большой и злой, и люди не могли его приучить. Тихо хочется спросить Ной, а чуть-чуть поежнее были же слоны, которых отлично приучили. И до сих пор они там бревна таскают, туристов катают. Наверное, сам катался. Очните, пожалуйста, дорогой. Вы несете полнейшую чушь. И вот эта книжка, значит, на кого она рассчитана. Открываем первую страницу. Ну, во-первых, издатель. Издатель – это у нас издательство, если мне память не изменяет, Синбад. Очень специфическое издательство. Посмотрите их творчество. Там вы увидите Ярошенко пять лет с президентом, Бекмана, тоже очень своеобразный литература. А начались они с него. Это коль такая очень специфическая литература, не советую давать читать детям и девушкам юным. Предназначено для кого? Непонятно. Заставляет читателя пересмотреть все устояющиеся представления окружающей мире. Об авторе это точно сказано. Тут уж точнее не придумаешь. Но однако у нас есть и рецензии. Например, Сапиенс станет для науки об эволюции человека тем же, что для физики является краткой историей времени Стивена Хокинга. Когда-нибудь я разберу про этого прохиндея, который называется Стивена Хокинга, и выскажу свою точку зрения. Ну, редкая чушь. Выпишут, пишут это Форбс. А кто владелец Форбса? Тихий же вопрос. А это Малькольм Стив Форбс, между прочим, дважды который избирался президента США. Отличный парень. Посмотрите на его лицо. Поищите в интернете. Он заслуженный сторонник однополой любви. Даже его папа вообще баловался этим делом. Поэтому, конечно, Стив Форбс в восторге от этой книжки, как прекрасный пропаганде этих идей. и, соответственно, Зейд, Вессен, магазин. Эта книга увеличивает размер мозга. Но в Германии действительно пора увеличивать размер мозга, судя по тому, что они вытворяют. Но это Диезейд, на самом деле, такой, отрыжка. А чем они занимаются, там и что пропагандируют, я думаю, поистеть не надо. Я думаю, всем интересно. Ну и апофеоз этого всего, это реклама, вынесенная на первую страницу. Это заявление Билла Гейтса, который написал, что одна из десяти книг, которые я взял бы с собой на необитаемый остров. Но Билл Гейтс известный гуманист, который многократно выступал о том, что нужно уничтожить три четверти человечества для того, чтобы всем было хорошо. И тот самый, который организовывал очень сомнительные прививочки в Восточной Африке, от которых люди почему-то прекращали размножаться. Это, конечно, совпадение и случайность, но он не только говорил и делал. Ну, естественно, как вы понимаете, такая книжка, она на что направлена? Она направлена как раз на разрушение традиционных человеческих отношений и пропаганду однополой любви. То есть, это такая же часть общей системы, Яню Юльшу это и финансировала с Белым Гейтсом, направленная на то, чтобы изменить процесс эволюции. То есть, для того, чтобы внушить молодежи, особенно безграмотной, эта книжка написана для тех, кто в школе не учился, тот, кто почерпнул свои знания из интернета, но да, даже им пользоваться не умеет, поскольку проверка заявлений дорогого Ноя Харари показывает, что он не очень каких еще поискать. И вот этим безобразием отравляется сознание нашей молодежи. Это вообще антигосударственная деятельность, потому что, когда вместо позитивной науки, реальной, вот эти вот сочинения, которые направлены на поддержку сексуальных меньшинств, начинают распространяться тиражами по 15 тысяч экземпляров, возникают очень многие вопросы и к издателям, и к писателям. Поэтому, уважаемые слушатели, не советую этого делать. Это редкое безобразие, редкое очковтирательство и надувательство, плюс свидетельство того, что человек вообще не умеет мыслить. Я не психиатр, поэтому для диагноза оставим его для других специалистов. Но все признаки в соответствии с международной медицинской классификацией налицо. Но поэтому ее можно рекомендовать только уже сложившимся гомосексуалистам, которые найдут в ней множество форм и фигур мыслей, которые оправдывают их анальные пристрастия. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok